Сайт «Третий Рим» Об этом мне люди написали, я сразу отреагировал максимально быстро, как это возможно. Но то, что относилось непосредственно к сайту, я, естественно, оставил. Православные и православнутые. Когда называют безбожники православных православнутыми, это, конечно, оскорбление, и с ними разговора по этому поводу быть не может. Но актуально так у нас получается, что есть православные люди в России, а есть православные. И вот конкретный пример – это ситуация, которая может быть многим незаметна, но все прекрасно знают, я думаю, большинство, или практически все православные, что был такой Среднеуральский монастырь, что был там настоятель Схиегумен Сергий Романов, что этот монастырь взяли штурмом псы путинского режима, космонавты, разгромили там все, арестовали Схиегумена. Почему? Потому что он противник лжепатриарха Кирилла, безбожника и проходимца, ставленника нынешнего олигархического режима и закулисной криптокатолической секты. Кто-то может сомневаться в достоинствах вот этого лжепредстоятеля церкви, в том, что он является, выращен, в общем-то, как не церковный и даже антицерковный кадр. У меня таких сомнений абсолютно нет, я обладаю, с моей точки зрения, достаточной информацией для этого. Неважно, но события известные, события для православных людей известные. Для тех, кто занимается политикой, известная личность Владимира Васильевича Ковачков, который ездил к Схиегумену Сергию, получил от него благословение на свою деятельность, на борьбу с этим гнусным режимом, который мы все теперь уже, я думаю, процентов 90 людей откровенно ненавидят. Это менее известные события, но, тем не менее, я об этом сообщаю. Если кто-то не знал, то здесь наметился как раз союз духовенства и воинства против нынешнего антихристианского, антицерковного, антирусского режима. И, в общем-то, это можно было только приветствовать. Хотя есть и претензии к тому и к другому, кто олицетворяет этот союз и, в общем, дает позитивный пример для всего русского движения, каждого русского человека, проблема с приверженностью к прежнему режиму, прежде всего к искаженному, совершенно романтизированному, розовому образу усатого подонка Сталина, который изничтожил миллионы ни в чем не повинных русских людей. Там под колесо попали разные, но вот то, что память этих жертв, которые принес наш народ на вот этот сатанинский алтарь коммунизма, то ли отрицается, то ли забывается, то ли игнорируется, это, конечно, никак не улучшает образ того и другого. У одного там, как говорят, я сам об этом не знаю, но в Келле якобы был портрет Сталина, другой к сталинизму то и дело проявляет, высказывает определенные позитивные отношения, хотя и не так часто. Но, тем не менее, кто не без греха, это не центральная часть личности, или не ядро личности этих людей, и, несомненно, и отец Сергий, и полковник Квачков, это русские православные люди, и православные до своего нутра, поэтому они и монархисты, поэтому они и националисты. А другого и быть не может. Если ты называешь себя православным, и при этом не русский националист, и не русский монархист, то никакой ты не православный. Значит, у тебя православие – это такая очень поверхностная корочка, ритуалы ты можешь соблюдать, посты и так далее, но никакой ты не православный. Поэтому православных в России минимум. Вот есть две эти личности, взаимосвязанные теперь уже историей, и возникла некая третья фигура, которая публикует гнусности не первый раз, опираясь на некую группу, которая называется «Отцы Афониты». Те, кто не в курсе дела, начинают считать, что есть некие такие святые люди, живущие на горе Афон, и они поддерживают гнусную клевету в адрес полковника Квачкова. Я читаю, что пишет это лицо, оно не подписывает этот текст. Это электронный ресурс «Москва, Третий Рим», где публикуются, в общем-то, и материалы хорошие, правильные, но, видимо, они публикуются именно для того, чтобы, как это принято в информационной войне, сначала втянуть противника на свою территорию, а потом здесь и прикончить, или взять в плен и перевербовать на свою сторону. И вот появляется эта вторая уже публикация. Первая публикация под этой снова дублируется. Когда первый раз была публикация, я думаю, ну, человек сошел с ума, проедет мимо эта публикация, и все ее забудут. Нет, здесь уже выбрана определенная линия. Обратите внимание на стиль. У меня это вызывает такие рвотные позывы, подобный стиль, как и в публикациях либерастов. Вот это пишет отпетый либераст. Отпетый. Под крестами, под иконами, считая себя абсолютно православным. Он пишет. Вот конкретный пример того, как укоренившийся в богохульстве и ереси человек все глубже тонет в лжи и буквально беснуется. Это про полковника Квачкова. Мы неоднократно публиковали материалы о полковнике Квачкове, который стал активным врагом Христа и православной церкви. Это кто? Ты кто, чтобы такое сказать? Наши дорогие отцы Афона, ну, видимо, это имеется для непосвященного, это вообще вся гора Афон, и люди абсолютно святые, приложили все усилия, чтобы вразумить горе полковника, горе полковника, возомнившего себя богословом и реформистом православия. После всех неудачных попыток отцы предупредили всех православных о том, что Квачков стал еретиком, богохульником и богоборцем, самой ниже, вот предыдущая публикация, с которым душоопасно иметь какие-либо дела и общение. Ну, это прям отпетый путинист пишет уже. Либераст и путинист. После того, как Схиегумен Сергий, благословивший Квачкова на брань, узнал от наших отцов Афонитов о богоборчестве полковника, чего, конечно, не было, это уже ложь, ну, обычный принцип, то предупредил его, что если он не отречется от своей ереси и не покается, то пусть монастырь больше не приезжает. Ну, такого просто не могло быть. Отец Сергий ему сказал по телефону, покайся, будь воином Христовым или ты с сатаной и не быть тебе генералом. Ну, такого, просто, как сказать, приличный человек сказать полковнику, что ты не будешь генералом, если не будешь выполнять, что я тебе сейчас скажу, ну, просто невозможно себе даже представить. Именно поэтому насельники монастыря и не пустили сейчас этого провокатора, полковника Квачков, провокатора, в святую обитель, за что получили от него вердикт о безблагодатности. Дальше об этом два слова, сейчас завершим. И вы только послушайте, что несет Квачков по отношению к богам обетованной Руси грядущего царя. Он называет его проектом мирового правительства, то есть антихристом, а наших отцов Афанитов – его помощниками. Ведь именно антихристы готовят мировое правительство на всемирный престол. Одним словом, дорогие братья и сестры, как вот увидите Квачкова на каких-либо православных мероприятиях, так без всяких разговоров и споров, гоните его за шеей, чтобы не стать соучастниками его душепагубной ереси и богохульства, имеющей разум, да, разумеет. Рекомендованное, видимо, дальше. Ну, ленивый человек не посмотрит. Я посмотрел. Действительно, полковник Квачков попытался. Приехал в монастырь, в котором уже не было его настоятеля, который захвачен полицаями, несомненными полицаями. И ему в путь преградили какие-то там насельники. То есть просто переодетая ФСБшная мразь, лузгающие семечки, плющие под ноги. Бандиты, самая настоящая разница между теми и другими, никакой нет. И вот это вот хамло, лузгающие семечки, стало перед человеком в форме и что-то там, какую-то бредятину начало нести. Это даже не охрана, которая сказала бы, ну, мы выполняем распоряжение руководства и не пускаем, и все. Ну, понятно, чье это руководство. Ну, там, я не знаю, министр Колокольцев, вот только что у него там найдена огромная вилла, там записанная на его родственниках. То есть те, кто захватил монастырь, это вот те же самые люди, которые и захватили нашу страну. И вот каким же выродком надо быть, чтобы написать вот все это о ситуации, когда приехал человек в храм и его туда не пустили. Ну, вы представьте, что в храм не пускают, от человека, который, ну, скажем так, никаких признаков не проявляет ненависти к Христу, там, к христианской вере, к православным верующим. Я понимаю, когда в монастырь не пустили Собчак, ну, это неверующий человек, враждебной церкви, это, ну, можно сказать, всем известно, но не пустить полковника Квачкова, это действие, это деяние, я бы сказал, с точки зрения православного человека, преступное. Чего бы ни публикал вот этот сайт Третий Рим, его не закроют никогда, потому что он нужен для подобных публикаций, которые я сейчас процитировал. Да, мне очень неприятно, что у нас, у русских, нет достойного места, куда бы достойные люди могли бы приходить, излагать свои взгляды. Нет видеостудии достойной. Она, может быть, появится когда-то, некоторые там проекты есть, и что-то там, ну, уж лучше бы, конечно, Владимир Васильевич пошел на какой-нибудь там спец-ТВ, тоже уже это как-то съехавший влево канал, но это более, что-то более приличное, чем канал Сталинград, когда там сидит вот ровно такой же уродец, который вот из того же типа людей, которые вот не пускали Владимира Васильевича в монастырь с красной соплей тут у себя на груди и городящие всякие гадости. Но Владимир Васильевич, я посмотрел, он достойно ответил тому, когда он там что-то там про монархию сказал. Да, русский человек, несомненно, русский православный человек – это монархист. И, несомненно, если у него голова на плечах, то он понимает, что никакой монархии завтра быть не может. То есть она теоретически может быть, если власть является русской. Власть не русская. Вот она будет русской, после этого можно будет говорить о том, что мы можем подготовить народ к тому, чтобы он по доброй воле принял царя. А как определяется царь? Царь определяется по законам о престол наследии. Никаких других законов нет. Теперь вот эти отцы Афаниты. Кто это такие? Вы знаете про них что-нибудь? Там есть отец Рафаил Берестов, который является их выставочным экземпляром. Но ему в следующем году 90 лет. Когда я про него мало чего знал, и не видел его никогда, но когда увидел несколько лет назад, как он выступает, что-то там говорит, я сначала подумал, что это баба, извините за выражение. Да, он там иеросхиегумен, он известен там многими своими выступлениями против экуменизма, против ННН. В общем, по многим вопросам у меня позиция с ним совпадает, но человек уже пережил свой рассудок. Для монаха он должен сам соображать, что когда-то уста надо замкнуть, потому что у тебя уже мозги потекли, что называется. Но его вот используют. Второй там схиегумен, непонятный, с двойной фамилией, ничего о нем вообще нигде нет. С фамилией второй, одна русская, вторая часть Веласкес. Вот этот отец Ануфрий Веласкес является рупором этой группировки. И это именно группировка, это секта, я не знаю, насколько она православная, трудно мне судить. Но вот этот вот человек, Ануфрий, он как бы от имени некой группы, в которую входит отец Рафаил, высказался с длинной, я следующий ролик посмотрел, с длинной и мерзостной тирадой в адрес полковника Квачкова. Обвинив его в ереси, такие вещи публично не делаются. Это и вы между своими там разбираетесь, еретик там, я не знаю, митрополит Иларион, еретик, патриарх Кирилл, это вы там, вот в своей среде, между монахами, вы развалили нашу церковь, вы монахи, между делом. Между делом вы допустили это все. А мы, миряне, вынуждены вот в этих условиях жить, когда вы, именно вы, монашество, священство, вы развалили русскую православную церковь, превратили ее в агентуру, спецслужбы, средство разрушения России. Вот мы вам должны предъявить претензии, вот за это. Вы можете как угодно правильно молиться. Вот результат на лицо. Церковь разрушена. И вы обвиняете в ереси. Я тоже критикую полковника Квачкова за то, что он отрицает богодухновенность Ветхого Завета. Он толком не знает, что это за объект, насколько он искажен. И вот эти афониты, так называемые там, группа, я не знаю, сколько там священников, сколько... Ну, на одной фотографии они все умещаются, человек шесть, семь, неизвестно, все ли они монахи, подписываются как монахи под всякими обращениями, двое. Причем отец Рафаил скорее подписывается, даже не понимая, что он там подписал. А всем занимается вот этот господин Веласкес. Вот это вот гнусное обвинение в ереси, да вы сами еретики, после того, что я услышал, вы точно еретики. А если Владимир Васильевич просто человек, который заблуждается, то вы наносите России, русскому движению прямой вред, прямой вред. Вот этот Веласкес, Ануфрий. Кто знает, что такое Афон, что там творится на Афоне, после, скажем так, событий, которые произошли еще до революции. Вот, кто знает, какие люди туда приходят и получают там схему непонятно от кого и непонятно за что, и потом, как такие старцы разъезжают по миру, тот понимает, что вот этой группе да ее просто слушать нельзя и не надо слушать. Это действительно секта. И насколько она православная, я даже не могу, и мне думать об этом не надо. Из предшествующих публикаций, обратите внимание, что именно сейчас этот, по нашему убеждению, путинский засланец, это Квачкову они пишут, в первый раз обрушился с грязной клеветой на наш портал, да ваш портал грязный, это точно, я еще скажу немало, руководство которого он лично хорошо знает, как и на наших отцов Афонитов, ну там, на видео ссылается, которого очень много потратил времени, чтобы выразумить Квачкова и вернуть его на путь истины, подвигнув к отказу от всех распространяемых им ереси и богогульств, но, увы, он уперся в своем богоборчестве и теперь развернул войну и борьбу с исповедниками истины, это исповедники истины, это вот эта вот секточка из нескольких человек, да я вам скажу, что эта секта никакой пользы для русской православной веры не приносит, вот никакой пользы, кроме вреда, почему он делает это именно сейчас, да потому что этот неудавшийся несколько раз полководец, это они пишут человеку, который имеет перед Россией очевидные заслуги воина, очевидные, известные и никем не отрицаемые, даже когда суд его посадил на многие годы в тюрьму за то, что он русский православный человек, который болеет за свою страну и сражается за свою страну, у него не отняли ни звания, ни боевые награды, неудавшийся несколько раз полководец, в кавычках, проваливший все предыдущие акты борьбы и подставивший под удар много истинных патриотов Руси, именно кого интересно они имеют ввиду, видимо, снова по поручению кремлевской партии получил задание возглавить так называемое народное ополчение и он понимает, что единственное, кто ему могут в этом деле помешать, это мы и наши отцы Афаниты, которые публично и открыто обличают его, то есть некий отец Ануфрий с непонятной биографией с непонятными и я бы сказал отсутствующими заслугами перед русской церковью и перед русским государством и перед русским движением вот он олицетворяет всех отцов Афанитов и вот эти отцы Афаниты сошедшие с ума явно сошедшие с ума люди, которые уже говорят, что где-то и вот полковник Квачков об этом сказал, он просто менее резок, чем я, а я говорю, что это психи, которые контролируемо сведены с ума или сошли с ума для того, чтобы нести вот этот бред и оскорблять настоящих русских людей, патриотов России и они уже знают, кто будет у нас царем они уже говорят да мы уже с ним встречались они несколько лет назад говорили да он уже родился он уже среди нас он у нас тут ходит понимаете и это общее заблуждение это уже отвлекаясь от вот этой шизофоренической группы есть такое заблуждение о том, что ну Господь нам укажет на царя ну как Серафим Саровский сказал вот Господь укажет я воскресну прямо у некоторых такой даже такое представление есть, что вот мощи Серафима Саровского откопаются облекутся плотью и вот он пойдет по Руси рассказывая о том, что народился новый русский царь да нет Господь Бог уже свою волю выразил она выражена в соборной клятве 1613 года ясно кто ясно кто является наследником престола в каждый момент времени и в нынешний момент тоже есть закон о престоле наследия Российской империи Российская империя государства по Божьей воле построенная и законы опирались этого государства на православную веру все право возглавлять государство быть государями по Божьей воле имеет династия Романовых и никакая другая не имеет по законам о престоле наследии которые имеют в том числе божественную природу а не просто человеческую царь указан где он есть в каждый момент времени его можно установить кто этого не понимает тот начинает фантазировать и вот эти вот фантазеры сошедшие с ума и дошедшие до крайней подлости вот это и эта группа так называемых отцов-афонитов никакие они не святые ну один уже просто изжил свой рассудок а другой имитирует какую-то святость никакой святости там нет стоит 40-летний мужик и треплется и треплется вот больше ничего он не умеет делать вот этот триполог значит теперь олицетворяет святость горы Афон там святости рядом не лежало ну кому хочется найдите эти эти выступления рядом не лежало святости поэтому такие вот наглые и огульные обвинения в ереси в там в том что Квачков оказывается от путинского режима да как язык поворачивается вот последнюю фразу читаю многие могут задаться вопросом как же так с Хиегумен Сергий благословил Квачкова на то чтобы он возглавил борьбу с сионистским режимом дело в том что отец Сергий до того момента не знал о богоборчестве и нераскаянности Квачкова когда наши отцы говорили с Сергием мы отправили ему статью с богохульными мозгословиями полковника то отец Сергий как истинный пастырь позвонил Квачкову и сказал ему что если он не отречется не покаясь в своем богоборчестве и ересях то отец Сергий никогда больше его у себя не примет есть ошибочные представления у Владимира Васильевича о ветхозаветном предании эта ошибка повторяется у многих и в дореволюционной России были те кто богодухновенность ветхого завета отрицал но те кто об этом пишут они даже не знают насколько искажен ветхий завет и сейчас синодальный перевод абсолютно переполнен этими неумышленными и умышленными ошибками насколько далек этот текст скажем от елизаветинской библии которая с греческого древнейшего текста самый близкий перевод что этим надо заниматься но этим никто не будет заниматься потому что этим никто не хочет заниматься кроме энтузиастов которых тоже можно обвинить в ересе которые ищут тексты выявляют ошибки и с древнейшими оригиналами переводов с греческого с там спалевоевритаса сравнивают и видят где ошибки и причина совершения этих ошибок тоже может быть выявлена и почему сейчас это используется против нас вот это ветхозаветное предание искаженное вывернутое наизнанку используется это надо признать когда мы сталкиваемся с подобными публикациями с подобными сайтами необходимо какое-то последовательное решение для самого себя одно дело критика увещевания уважительные замечания по поводу известных людей другое дело поток грязной лжи и оскорблений конечно с такими людьми с такими сайтами дело иметь нельзя я не знаю кто является хозяином этого сайта мне сказали что Алексей Добычин я когда-то довольно давно был с ним знаком и у меня не сложилось ощущение что этот человек может написать подобную гадость вот поэтому у меня есть большие сомнения также мне некоторые люди сказали что это фейсбэшный сайт в сотрудничестве с московской патриархией созданный и здесь я могу предположить что так оно и есть потому что для того чтобы оттенить свое достоинство нужно создать себе врага противника который недостоин который грязен отвратителен и всегда можно это показать и доказать вполне возможно что подобного рода ресурсы фейсбэшно патриархийный союз создает и как мы видим фейсбэшники политическая полиция внедряет провокаторов играет на всех полях если есть красные обязательно надо создать что-нибудь красное есть патриоты значит патриотам монархистам тоже надо параллельную какую-нибудь структуру такую создать подконтрольную все социальные сети набиты этими фальшивыми группами которые создаются по заказу оттуда с Лубянки или из администрации президента ну и параллельно естественно если речь заходит о критике московской патриархии то наверное создаются и такие сайты но мы должны смотреть по стилистике вот стилистика этого сайта совершенно четко показывает что верить ему нельзя и с такими людьми если будет установлено кто же является инициатором подобного рода публикации конечно нельзя иметь дело и если они появляются где-то в православных собраниях конечно как они написали там вот так сказать вышвырните полковника Квачкова со своего собрания я думаю что нам надо совокупными усилиями вот подобного рода людей которые такие гадости публикуют действительно выводить сопровождая пинками с любого православного собрания завершая все это не буду уже вот все вся эта мерзость я уже тут не буду дальше анализировать читать я от себя заявляю полную поддержку Владимиру Васильевичу Квачкову в его общественно-политической деятельности выражаю сожаление о том что иногда местами временами он проявляет приверженность к подлому террористическому антирусскому сталинскому режиму выражаю сожаление в том что он недостаточно разобрался просто читал синодальный перевод Ветхого Завета и смысл этого текста остался для него тайной я надеюсь что и то и другое он сможет преодолеть как интеллектуал как человек действительно высшего образования высшего интеллекта и герой русского национального движения он просто обязан преодолеть все это я надеюсь что он когда-нибудь перестанет ходить на телеканал Сталинградца с этим отвратительным ведущим который почему-то мне показался очень похожим на того якобы насельника монастыря который лузгал семечки прямо перед камерой нагло себя вел по отношению к Владимиру Васильевичу я отказываю и призываю всех остальных отказать в доверии вот этой секте так называемых отцов афанитов во главе с иеросхимонахом отцом Рафаилом Берестовым и только так отворачиваясь от мерзавцев мы сможем объединиться в русское движение в котором православие будет играть решающую роль в котором монархизм будет естественным и это и есть зрелый русский национализм который приходит к монархической идее несомненно это так а мерзавцев мы должны исторгать и проклинать и никогда не считать ни своими единоверцами ни своими соратниками слава Руси Господи спаси Редактор субтитров Корректор А.Кулакова